Приветствую всех на моем канале, с вами Кира. У меня прошло три дня после того, как я вам показываю последний свой отчет по чеширскому коту. И на данный момент мое продвижение выглядит вот так. У меня закончен пятый лист. И я хотела спросить ваше мнение. Дело в том, что смотрите, у меня на вот этом участке два цвета почти одинаковые. Вот эти вот темно-темно-серые цвета. Вот этот, здесь получается один цвет, он как бы внутри, второй цвет немножко снаружи. Напомню то, что я вышиваю ниточками СХС, это не ДМС, то есть у ДМС может быть там все правильно, все нормально. Но у меня вот эти два цвета СХС, они почти сливаются. Сейчас я вам покажу эти два цвета отдельно, не на вышивке, а на бобинках. И вот смотрите, вот они у меня эти два цвета. Как вы видите, это номер 317 и 413. И если они по оттенку видно, что немножко отличаются. 317 он такой более синий оттенок уходит, а 413 он такой зеленоватый что ли. Дело в том, что по яркости, по насыщенности они примерно одинаковые. И вот здесь у меня получается то, что очень резкие переходы на этом месте. И я решила сделать из этого, вместо этого цвета сделать бленд. То есть я взяла вот этот 317 цвет и добавила к нему 414, чтобы он был такой немножко посветлее. И вот что у меня получилось, вот видите, вот эти тоже темные крестики блендовые. Видно хорошо на камеру, что это бленд. Вот я решила заменить вот таким блендом. Скажите, пожалуйста, свое мнение, что вы думаете по этому поводу. Стоило или не стоило заменять? И что мне дальше делать? Либо перешить вот этот участок. Вот этот темный. Либо перешить вот эти бленды. Потому что вот когда я смотрю на это все вместе, ну вот этот участок под головой, под подбородком, он мне очень сильно бросается в глаза. И мне это не нравится. И также этот же цвет присутствует на контуре вокруг глаз. Но здесь я, скорее всего, его менять не буду. Потому что, во-первых, я уже сделала бэк и перешивать его мне не хочется. А во-вторых, в принципе, кошачьи глазки, они здесь более-менее нормально показаны. Не вызывают каких-то там ассоциаций непонятных. А вот этот подбородок, это темное пятно. Вот этот подбородок. И получается вот здесь на локте котика тоже этот же цвет. Без пока что еще не бленда, а просто цвет. Я думаю распороть эти участки и вышить вот таким блендом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как бы вы поступили на моем месте. И что вы думаете по этому поводу. А так вот еще раз покажу, как выглядит мой котик на данный момент. Дальше я пойду вышивать шестой лист. Потом уже, когда вышью шестой лист, отбеку полностью вот эти три листа. Все кроме морды, потому что морда у меня уже готова. Вот еще раз общий план. Вот такие у меня новости. И вот мой новый кусочек видео про чеширского кота. Последний в этот раз. Вот так мой котик выглядит на данный момент. Вышито шесть листов из девяти. То есть уже две трети работы готово. И вот покажу вам сейчас поближе. Вышит чайничек, который пока без бэкстича очень тяжело угадывается. Две бабочки. Пузико котика. Опять я внизу оставила небольшие незашитые участки. Как и в прошлые разы, я буду дошивать их сверху вниз, когда уже пойдет следующий лист. Сейчас я буду продолжать вышивать крестики, седьмой листик. А потом, наверное, уже в самом конце закончу все бэкстичем. И жду ваших комментариев по поводу того, что я говорила в предыдущей части, по поводу вот этого вот цвета. Именно вот этот цвет. То есть вот если приглядеться. Сейчас я вам покажу. Я вам показывала вот эти две бобинки. Сфокусировалась. Вот эти два цвета, они очень-очень сильно сливаются. И мне это не нравится. То есть вот здесь я заменила на бленд этих цветов. Он выглядит немножко посветлее, чем здесь. И я хочу перешить вот эту вот часть. И вот здесь вот этот маленький кусочек. И вот этот маленький кусочек поменять на вот этот цвет посветлее. Жду ваших комментариев, нужно ли мне это делать или нет. И после этого, если все-таки... Да, наверное, все-таки так и так перешью. Но все равно жду ваше мнение по поводу этого всего. Вот так выглядит. Еще раз вам покажу мой котик на данный момент. Конва опять успела помяться, несмотря на то, что я ее не так давно гладила. Кстати, как вы можете заметить, я смыла всю разметку. Вышиваю сейчас без разметки. Смылось все очень легко и просто. Как обычно, мне этот маркер не подвел. Напоминаю то, что я размечаю маркером от фирмы Хобби Пром. И ни разу у меня не было такого, что маркер меня бы подвел. Еще я говорила, что я вышиваю на конве. Я так и не узнала, чего это производство и что за фирма. Я знаю только то, что это конва Венгрия, венгерская. И знаете, что я могу сказать? Мне она очень-очень нравится. Поначалу она была такая прям жесткая, сильно накрахмаленная. Но после буквально даже первой недели, наверное, вышивки, она стала очень мягкая, классная. И нету никаких с ней проблем вообще. То есть она легко разглаживается, но также легко мнется, как вы можете видеть. Я вышиваю на пяльцах и конва очень быстро мнется от них. Но конва мне очень нравится. Если узнаю, где можно купить еще такую, с удовольствием купила бы еще и не один такой кусочек. Конва, я помню, что она стоила там какие-то копейки, там рублей 80 за кусок, 50 на 50. Вот. Но прям очень она мне понравилась. Намного лучше гаммы, хотя и дешевле. По качеству даже чем-то напоминает свайгард. Но это не он. Нету этой желтой оранжевой полосочки. Но конва очень-очень классная. И на этом, наверное, я с вами пока прощаюсь. До встречи в следующих видео. Пока!